В прошлом году в распоряжение издательства «Зебра» попал эксклюзивный архив советского архитектора Бориса Ефимовича. Его издательскому дому завещала дочь мастера Ирина. Документы стали достоянием российской культуры. Борис Ефимович был главным архитектором Москвы, выдающейся личностью. Он построил огромное количество, около 40 объектов в Москве, около 20 объектов в Сочи, в Ялке, в Крыму и во многих других городах. Это четкая архитектура именно ампира, архитектура больших окон, анфилат, архитектура колонн. Это все почерк Бориса Ефимовича. Частичку себя Борис Ефимович оставил и в видном. Воплощая задумки Павла Гаевского, он спроектировал почти все строения в исторической части города. Дворец культуры, здание администрации, историко-культурный центр, жилые малоэтажные дома из красного крепича. Неповторимый облик видного – его заслуга. Обнародование архива Ефимовича для краеведов Ленинского городского округа – знаковый момент. У них появилась возможность больше узнать о жизни и творчестве человека, который сделал город визитной карточкой всего муниципалитета. Безумно благодарны нашему архитектору Борису Ефимовичу за ту красоту, которую он подарил нашему городу и конкретно нам. В ходе семинара памяти архитектора Бориса Ефимовича, ухранителя архива Игоря Смолина и заслуженного работника печати Московской области Алексея Плотникова родилась идея написать книгу о жизни и творчестве Бориса Васильевича. Именно он, можно сказать, основатель города, потому что после войны именно он разрабатывал основной проект и города Сада. И этот город Сад осуществился. В книге памяти Бориса Ефимовича будет рассказываться не только про строительство города Сада, но и обо всех архитектурных сооружениях инженера. Приступить к работе краевед и писатель Алексей Плотников планируют в ближайшее время. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.